Здравствуйте! Сегодня с вами снова ОМЗАП. Меня зовут Павел, мастер-приемщик. Всем привет! Сегодня у нас интересный гость Kia Sorento Prime 2018 года. Крутая машина в нашем сегменте. Человек хочет установить на него пороги дополнительные, так сказать, M-Style. Сегодня будем ставить, хотели показать, как это делается. Показать все нюансы. Так что работаем. Работы будет выполнять наш механик Константин. Поэтому все, вперед! Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Константин. Сегодня мы меняем пороги на Kia Sorento. Ставим пороги BMW Style. Снимаем старые, ставим новые. Показываем все подготовительные работы, как и что нужно сделать. Поднимаем машину наверх. Машина у нас наверху. Сейчас я объясню, какой нам инструмент понадобится и для чего. Нам понадобится трещотка с удлинителем, головкой на 10, клипсодер, плоская отвертка и шило. И также нам понадобятся бокорезы. Все. Это весь инструмент, который нужен для съема и установки новых порогов. Для съема старых порогов нам нужно демонтировать передний брызговик. Он держится на трех саморезах и на одном пистоне снизу. И задний брызговик, он крепится у нас на пороге, на нашем штатном. Он держится на двух саморезах. Начнем. Мы открутили три самореза, остался один пистон снизу. Берем клипсодер, поддеваем. Учтите, он у нас бывает грязный, поэтому они могут сломаться, как в нашем случае. Но это не страшно, да, что он не сломался? То, что он сломался у нас, это не проблема. В нашем магазине можно всегда купить пистоны. Мы его поставим сюда новенький, будет красивенький. И все. Снимаем задний плавник. Он у нас держится на саморезах под крестовую отвертку. Вот они, два самореза. Мы их откручиваем, снимаем плавник. Есть теория, что эти пороги ставят, чтобы не пачкалась машина, чтобы не пачкался низ дверей. Но в основном это больше дизайн, стиль какой-то. Людям нравится, чтобы красиво это было. Ну и чуть-чуть похоже на BMW. Открываем двери. Берем в руки клипсодер. У нас есть внизу места, где у нас находятся штатные пистоны. Мы поддеваем их, отщелкиваем. Они чаще всего ломаются, потому что они одноразовые. Но это не страшно, потому что нам они все равно не понадобятся. Снизу мы их какие-то сняли, какие-то сломали. Также у нас они есть точно такие же, но они в скрытой полости. Находятся они у нас с этой стороны. Снимаем мы их, поддеваясь снизу и тащим на себя. Старый порог мы сняли. Он нам больше не нужен. Что мы делаем дальше? Демонтируем сломанные пистоны. Два мы оставляем всегда, потому что у нас будут не задействованные отверстия. Они будут просто пустые, дабы, чтобы не летела грязь в порог. И чтобы у вас порог не гнил, не ржавел. Мы их используем как заглушки. Делаем это осторожно, чтобы не поцарапать кузов. Я делаю это быстро, потому что уже опытный. Некоторые цепляют и усиками клипсодера царапают кузов. Также мы демонтируем их снизу. Нам повезло, у нас снизу ни одного не осталось. Они снялись вместе с порогом. Вот так у нас выглядит крепеж на один порог, на одну сторону. У нас здесь болтики на 10, закладные всячески. И все. И одна пластиковая заглушка на порожек. Все. Начинаем следующее. Сначала мы ставим закладные. Закладные мы ставим в те места, где у нас раньше были пистоны. У нас есть такая скоба, есть закладная. Мы вставляем скобу. У нас отверстие на скобе с отверстиями в закладной совпадает. Так мы никогда его не засунем в это отверстие. Мы его смещаем в сторону. Следующим образом. После чего мы засовываем ту сторону, которая у нас больше торчит от скобы, вовнутрь. Засунули. Дальше нам понадобится плоская отвертка и шило. Для чего плоская отвертка? Мы надавливаем на край. Таким образом его утапливая. Берем шило. Шило нам для того, чтобы отнаторвать отверстие. Мы засовываем и таким вот движением у нас все на месте. Берем шило и также двигаем по центру желательно. Все. Закладная у нас на месте. Сейчас показываем второй раз, как это делается. Мы ставим не ровно, а со смещением. С небольшим. Засовываем большую часть в отверстие. Засовываем мы шило. Все. Она закладная внутри. Центруем. Все. И так мы делаем 11 раз. У нас в общей сложности. И сверху, и снизу. Снизу у нас точно такая же процедура, точно такие же закладные. Все. Можно идти курить. Сверху мы поставили все закладные. Есть у нас одна такая, немножко хитрая. Выглядит она следующим образом. Мы ее должны засунуть в это отверстие и повернуть ее шило. При затягивании болта она у нас будет сдвигаться и зажмется сама посек. Ну, принцип строительного дюпеля, в принципе, для гипсокартона. Примерно так же выглядит. Ну и функция такая же. Просто засовываем. Запомните, как должно быть. Нам нужно повернуть завальцовкой к себе наружу, чтобы закрутить болт. Потому что с этой стороны будет очень проблематично его закрутить. То есть мы засовываем, и нам нужно повернуть, получается, в эту сторону. Засунули. И уже на камеру это, наверное, будет не видно. Но мы шилом поддеваем и там внутри его разворачиваем. Все, хватит. Я его не развернул. У меня это не получилось. Снизу у нас принцип действия точно такой же. Скоба закладная со смещением вставляем. Засовываем сначала длинную сторону. И потом, при помощи отвертки и шила, просто это все дело обратно на место вставляем. И смещаем. Все. Она все, блин, почти внутри, блин, но она не встала ровно. О, стоит. Все закладные у нас установлены. Устанавливаем старые пистоны. У нас есть два отверстия, которые у нас никак не используются. Вот они, старые пистоны от старого оригинального порога. Просто откусываем шляпку. И устанавливаем в отверстие. С резиночкой, чтобы было. Не пошло. Так же делаем спереди. Все. У нас грязь не попадет. Порог будет целый. Вот наш красивый порог. Мы его устанавливаем. Сначала мы его ставим на место. Поднимаем наверх. И крепим, наживляя болт в одном месте. Где-нибудь, желательно, ближе к центру, по центру автомобиля. Чтобы он у вас не упал ни налево, ни направо. Просто нам нужно его наживить. Почему сначала наживить? Основные болты у нас идут нижние. Как только мы их затянем, у нас порог встанет максимально наверх в свое нужное место. Потом мы затягиваем боковые. Если мы сначала затянем боковые и начнем затягивать нижние, у нас порог встанет криво, некрасиво и некорректно. Сейчас мы находимся под машиной. Крепится он у нас здесь. Как раз к закладным. Сначала везде наживляем. Там, где не наживляется, мы двигаем, регулируем. А потом уже будем затягивать. У нас везде одни и те же болтики на 10 одинаковые все. Берем трещотку с головкой на 10, с удлинителем. Кому как удобно. У каждого свой инструмент. И начинаем затягивать. Мы взываем бога корейского помочь нам в установке китайских, наверное, порогов. Снизу мы все болты наживили, затянули. Опускаем машину вниз на уровне глаз. Затягиваем боковые болты. Все, мы саморезики поставили. Болтики все прикрутили. Ставим заглушку. Осталось у нас молдинг пластиковый. И все. Ставим большую заглушку, которая закрывает все болты. Порог установлен. Машина готова к эксплуатации. Сейчас быстро ставим левую сторону. И отдаем клиенту машину. Эту сторону мы уже поставили. Это был самый быстрый порог. Отдаем машину счастливому владельцу. И помните, нам платят не за то, чтобы мы работали, а за то, чтобы все работало. Ну что, работа, пожалуй, закончена. Автомобиль стал выглядеть еще солиднее, еще интереснее. Поэтому приезжайте, всегда рады. Машина стала почти BMW, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну, BMW не BMW, а у нас Киев. Продолжение следует...